О прошедшей стихии в первой поликлинике напоминают только огромные мешки с пришедшей в негодность документацией. Сотни вымокших медицинских карточек и архивных документов отправляются в утиль. По словам директора ЦСМ, особо важные документы не пострадали. Гораздо больше ущерб нанесён хранившимся в подвале медикаментам. Со вчерашнего дня здесь работала комиссия МЧС, лекарственного департамента. По их оценке, общий ущерб составил 1 300 000 сомов. В основном испорчены лекарственные препараты, поступившие по гуманитарной помощи. С утра здесь уже поработали сотрудники санэпидемстанции, провели дезинфекцию в подвальных помещениях. Теперь бригада эпидемиологов выезжает в пострадавшие дома. Специальными препаратами обеззараживаются подвалы, санузлы и подъезды домов. В составе эпидемиологов и дезинфекторов провели более 4000 квадратов метров обработку. И сегодня по постучным заявкам проводят обработку. Тем временем мэрии города ООЖ совместно с отделом гражданской защиты проводят обследование пострадавших объектов и уточняют масштабы нанесённого стихией ущерба. «Мы мобилизовали все коммунальные службы для оказания помощи пострадавшим. Сейчас все улицы очищены от грязевых наносов. Из подвалов домов откачали воду. Теперь подсчитывается сумма ущерба». Порядка 150 спасателей двое суток работали на пострадавших объектах. Работа не завершена. Теперь бригады пожарных помогают очистить водостоки от мусора и наносов. Кстати, мусор, неочищенные вовремя рычные сети, забитые водостоки и стали причиной подтопления домов и подвалов. «Все соответствующие службы заняты ликвидацией последствий стихии. Вместе с тем изучают причины, которые привели к таким последствиям. Руководители, проявившие халатность, будут наказаны согласно закону». Население, похоже, тоже сделало свои выводы. «Сейчас МЧС помогает нам очистить сбившиеся водостоки, после чего мы своими силами проведем очистку орыков, чтобы во время дождей не случилось разлива воды». Мэрия города Ош также намерена усилить подобную работу в рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению города.